здравствуйте с вами программа гипотеза я лили и ликова сегодня у нас гостях анна андреевна свирина доктор экономических наук профессор здравствуйте на здравствуйте лили и мы договорились обсудить сегодня взаимосвязь таких глобальных проблем как миграция политика евросоюза и экономическое положение стран европейского союза первый вопрос да вот такой самый интересный как вообще связана экономика и усиление политическое усиление ультраправых сил в европе почему с этого начиная в италии вчера прошли парламентские выборы сегодня с утра правда подводят итоги которые очень интересны на первом месте ожидаемое в общем то первое место у такого политического движения как момента чинку и стелли это движение пяти звезд движение основанное сравнительно недавно бывшим комиком движение который позиционируется как инвер металлистская то есть это движение зеленых они евроскептики они оппозиционеры не собирающиеся ни с кем в коалицию вступать не собиравшиеся прежде вот то есть тут все понятно и они набрали ожидаемое свое первое место но на втором месте самое интересное второе место занимает ультраправые движения лего норд это движение матео сальвини от которого точно никто не ожидал второго места на второе место прочее ли сначала форца италия вперед италия с берлускони вот но получилось вот такое распределение сил и теперь итальянцы ожидают формирование правоцентристского правительства при этом значит чем могут объясняться такие результаты выборов этот с утра уже посмотрела итальянские паблики которые политологи в шоке они комментируют как так получилось что проголосовали за олегу норд почему это странно потому что лего норд начиналось с четырех процентов я это движение знаю но достаточно давно больше больше 20 лет уже до 97 года когда писала кандидатскую диссертацию спрашивала у профессоров там милане кто же у вас националисты да они говорили то что у нас нет националистов национализм вообще кончился у нас есть движение регионализм и вот есть такая вот лего норд но она как бы вообще ни при чем ее никто не берет в расчет и так достаточно долго высказывались и сальвини матео сальвини вот как раз лидер этой партии он считался таким маргинальным маргинальным да никого не знаю из итальянцев кто бы хорошо про него отзывался ну правда никого понятно что там университетские курка общения тем не менее вот так получилось что нелюбимое имя сальвини с нелюбимым имя же берлускони сейчас будут формировать коалиционное правительство что еще интересно с лего и норд что буквально месяц назад 3 февраля произошла стрельба в городе мочаратове на ли помню на вот этот расстрел леги самое главное вот ну и у меня тоже интересно сразу все отписались и там ведь как было тоже если посмотреть потом сразу все эти выпуски новостные интервью с местными функционерами все сказали этот вообще человек он совершенно маргинальный он очень плохой и вообще он из лиги норд он из лиги севера вот там показали его рукопожатном сальвини то есть о чем тут говорить это вот их все дела несмотря на это люди пошли проголосовали за лигу севера возвращаясь к мнениям политологов они чем мотивируют говорят италия это страна у которой самый большой внешний долг он около триллиона италия эта страна у которой огромные проблемы с безработицей особенно среди молодежи налет страна в которой идет отток высоко квалифицированных кадров и италия страна которую заполняют просто наводняют мигранты потому что она на маршруте стоит так что никуда там никуда от них не деться в общем их становится все больше вот то есть тут вот мне интересно с точки зрения экономики насколько вот вы бы связали правда это положение италии насколько она настолько ли она плохо как они пытаются представлять и вот этот миграционный кризис который все-таки повлиял мне кажется на выбор итальянцев когда они миграционный кризис в моем понимании да повлиял давайте разобьем потому что очень много составляющих как раз в вашем вопросе мне очень интересно больше всего наблюдать за политологами уже вот скоро уже год или больше я могу путаться как они пытаются объяснить почему они не могут предсказать что происходит начиная с brexit они уже что только не рассказывали применительно к итальянской экономики про большой внешний долг это правда и нет одновременно мы когда говорим про внешний долг начиная с американского там называется-то безумная цифра она действительно безумно я даже если ее поделить на количество людей который проживает с сша она еще не менее не менее безумная но мы забываем о другом в экономике в макроэкономики не меряется абсолютными цифрами никогда внешний долг он меряется по отношению к ввп по отношению к валу внутреннему продукту италии не такой страшный внешний долг как рассказывают итальянские политологи есть страны с гораздо худшим положением в принципе чтобы было понятно наверное зрителям больше соотношение долга к ввп в италии такое же как соотношение долгого к ввп в казани вот если мы ощущаем в казани там какое-то страшное давление долга по отношению к федеральному центру если кто-то зрители это ощущает то вот себя также должны чувствовать итальянцы это одна страна другого которую надо отложить то что касается безработицы это чистая правда другое дело что итальянская безработица достаточно стабильный фактор много лет и объясняется он в наибольшей степени все-таки не скажем не отсутствием предпринимательской жилки у итальянцев и не отсутствием и не откажешься совсем как раз наоборот южные там есть всякие версии по поводу того что базовые религии там как влияет но они довольно спорные экономики теории самое простое объяснение это проблема с трудовым законодательством италия страна ну не первое естественно да но у которой очень много популистских законов по защите трудового населения трудоспособного населения занятого вплоть до того что по определенным нормативным актам нельзя уволить сотрудника что бы он не делал вообще то есть если даже он не ходит на работу то работодатель все равно не может от него избавиться логично предположить что при таком трудовом законодательстве адекватный работодатель еще другое место где он может нанимать сотрудников на работу и соответственно он не хочет совершенно брать на себя обязательства пожизненные фактически по содержанию людей которые неизвестно будут работать или нет и этот фактор очень долгосрочный фактически тут больше наверно к политологам опять вопрос стоило ли принимать такого рода популистские законы и не понимая к чему они могут привести вот они собственно и приводят к колоссальному уровню безработицы политологи то навряд ли законы принимали как и социологи я думаю понятно а в принципе с точки зрения а дальше мы попадаем в область которая имеет на самом деле мало отношений к экономике гораздо больше отношений к управлению людям вообще свойственно смотреть вокруг и считать происходящее сейчас причинами того что происходит вокруг сейчас а в макроэкономике процессы очень медленные это огромные инертные машины в бомбы под которой закладывается там за 10-15 лет до того как она взрывается сейчас как раз предо говорим то есть текущая ситуация это последствия решений которые принимались десятки лет назад возможно одно из которых ну собственно да давайте ну тут наверное и как раз отказ от лиры тоже сыгрался и отказ от лиры сыграл свою роль и внедрение в евросоюз качество в принципе переговорного процесса я не настолько знакома скажем с итальянской переговорной позиции на ум когда они вступали в евросоюз когда проговаривали отказ от лиры и переход на в еврозону но как показывает практика у стран которые находятся условно говоря на периферии экономии европейской экономики проблем с переходом с национальной валюты на общеевропейскую были у всех но это да и другое дело что в евросоюз они гораздо давние ступи да 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 они одни из первого да вот тут я к чему хочу подвести теперь вот с италии но есть такая ситуация экономическая все-таки она в италии но не самое лучшее в евросоюзе скажем так и у них на втором месте сейчас после парламентских выборов ультра права все-таки ну я думаю что лигу норд смело можно называть ультра правами потому что они и в коалицию вот ну такой союз европейских ультра правах вместе с национальным фронтом marine le pen тоже входят то есть это вот такая тусовка вот но если мы посмотрим на другую страну в которой тоже одну из таких ультра правых стран ультра правых на партии называют после выборов сентябрьских семнадцатого года второй силой в стране да это германия которая который вот уж точно нет проблеме да экономический драйвер вообще евросоюза который на себе тащит очень много который готов очень за много платить который с проблемой миграции тоже также сталкивается но единственное что с безработица там другая ситуация вот тем не менее как бы ультра правые там тоже очень хорошо себя чувствует сегодня только там какие-то уже были основа интересные дебаты и помнили кельна кстати тоже политологи говорили и в сми была информация если я ничего не путаю что нет 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 это никакие не мигранты это вот вообще маргинальные люди ну то это тоже самое интересная позиция очень по отношению к мигрантам то есть это вслух не высказывается потому что мультикурлитурализм потому что это концепция реморализации потому что так говорить нельзя но потом идет согласуется никто не при не признавался начиная там с тех кто читал книгу тила сарацена на которая в десятом году вышла то есть никто не за но все пошли купили а потом кто-то пошел голосовал уже в тринадцатом году но все против все осудили но кто-то проголосовал это все были кто-то другие люди вот я про что хочу сказать спросить про вот экономическое внутреннее экономическое положение в германии сейчас есть такая гипотеза на что германия начала снова переживать строительный бум где-то 16 17 год и предполагается что это связано с тем мы предположим да что страну прибыло очень большое количество мужчин молодых одиноких мужчин мигрантов которых с одной стороны надо занять в производстве в промышленности с другой стороны может быть действительно есть потребность в такой рабочей силе вот с точки зрения экономики насколько эффективно использование вот это вот прибывшие рабочие силы сейчас германия почему такой вопрос не хотят ли они тем самым повторить снова имеющийся уже позитивный опыт но который тоже имеет разные там были всякие минусы да но вот этого послевоенного германского экономического чуда так называемого когда именно с со строительного так скажем с роста строительной отрасли начался началось экономическое восстановление германии да когда вот сначала приехали как раз итальянцы с португальцами как приглашенные а потом турки да с турками возникли потом вопросы как раз устроили турки строили турки строили много они даже делать да они даже часть там из них очень хорошо интегрировалась тем не менее вопрос какие-то у них назрели то есть этот мигрантский кризис он же не первый звоночек до этого как раз и мерки говорила о кризисе мультикультурализма тоже не на пустом месте вот как раз турецкий возвращаясь к вопросу вот сейчас они зачем это делают пытаются интегрировать мигрантов они хотят занять или действительно там есть потребность в такого рода рабочей силе но смотрите во первых наверное все таки не совсем корректно сравнивать послевоенное восстановление текущее положение германии да в силу там элементарных причин что при послевоенного восстановления и конечно сравниваем до строительную отрасль только обращение к этому моменту потребность после войны в строительстве естественно колоссальная потому что если да да был германии там города есть которые были снесены просто полностью всех надо было восстанавливать там был мирное население в котором ему надо было жить и не было потребности как в моем понимании сейчас в том чтобы интегрировать мигрантов если была реальная потребность развития строительного сектора это это ну как бы это первая часть истории вторая часть истории строительства действительно сектор который дает там один из самых высоких мультипликаторов вообще в экономике потому что очень много сопряженных отраслей и помимо того что ты занимаешь там достаточно большое количество народу уже есть возможность обеспечить работать колоссальное количество фирм которые поставляют строительные материалы отделочные монтируют электрику я могу опять-то там есть диапазон определенный на мультипликатор по строительству реально один из самых высоких если отвлечься сейчас от германии посмотреть на страны которые развиваются с фантастической скоростью это китай там который демонстрировал двузначный темп экономического роста китай поднимался на стройке но все поднимаются на все поднимаются на стройке и вот простой путь и здесь есть интересный момент который связан как раз с мигрантами дело в том что мы же говорим когда про мигрантов мы себе представляем некого человека который не похож на нас и откуда-то приехал большинство стран в европу в том числе возможно она об этом забыла свое время развивалась ровно на миграции но только миграция была не внешне а внутренней люди уезжали из деревень переезжали в города и эти люди построили в общем-то индустриальную европу то же самое происходило до сих пор продолжает происходить с китаем с китаем очень сложно что то говорить про оценки потому что там по разным версиям существует от 50 до 300 миллионов незарегистрированных вообще людей последствия политики одной семьи один ребенок которые разгоняют дары загоняют экономику просто до небес потому что это люди которых формально нет которые согласны на любые условия труда которые приезжают и выживают любого кто с паспортом потому что они согласны на условия намного хуже сколько у них паспорта фактически нет да и в реальности их не существует но они именно являются драйвером роста китайской экономики в течение последних лет то же самое происходило когда-то в европе когда надо было отстраивать германию после войны до привозили там поскольку своих не хватало привозили иностранцев в том числе турков которые прекрасно прижились и есть такая байка я не знаю сколько она правдива что политику реиммиграции стимулирование ли реиммиграции которые немцы проводили уже после строительного бума она была продиктована тем что кто-то там якобы из политиков пришел на стадион где играла немецкая сборная там с турецкой сборной и обнаружил что на стадионе сидит больше половины немцев турецкого происхождения которые болеют соответственно не за национальную сборную а как бы за свою вот параллельную национальную сборную и после этого высказали что что-то у нас слишком много давайте будем ну фактически покупать их проезд обратно в турцию это тоже не очень получилось потому что немногие там жали и не возвращались до они пытались вернуться дело в том что но вообще его в мировой экономике считать германия считается страной которая наиболее эффективно провела политику реиммиграции это при том что там эффект оказался не самоприличный остальных было еще хуже если так сравнивать то наверное да но через десятилетия то проблемы у них появились то есть они обратили на них внимание не стопроцентно эффективно естественно вот это предварительное сейчас никакой такой вот бешеной потребности в строительстве в германии в общем наверное нет то есть это все таки чтобы руки зарезе чтобы чем-то занять неквалифицированную рабочую силу к тому же молодую и здесь тоже надо понимать что вот средний возраст мигрантов он намного ниже чем средний возраст немцев однозначно при том что среднего возраста вычислить достаточно сложно потому что люди которые приезжают как беженцы без документов они просто декларируют что им столько-то лет а внешне по ним не особо на европейский заряд определишь сколько им лет на самом деле и мы получаем там огромное количество людей которых куда-то надо пристраивать достаточно проблематично их пристроить скажем на работу которая является реальной экономическим двигателем германии германия очень специфическая страна по экономике там да мы знаем концерны борж сименс можно автоматизированная в общем-то промышленность и куда здесь встраивать вот неквалифицированную раб силу никто не будет роботов менять на неквалифицированных мигрантов потому что например там в автомобиле строение который является одной одной из ключевых отраслей для германии допуски такие которые человек в принципе не в состоянии даже воспринимать не то что обеспечивать это чистая роботизация остается куда их строить а мы можем сказать что например эта попытка опять-таки уже опробированная в прошлом завести раскрутить сферу социального строительства социального жилья потому что опять же людей стало гораздо больше их надо куда-то селить то есть ну попытка одним таким выстрелом вызвать и людей занять и они сами же себе там что-то построить где потом будут жить и вот каким-то образом таким интегрироваться ну конечно ангел меркель менее отчитывается но вообще достаточно похожи на правду потому что действительно людей куда-то надо селить не в германии нет желания видеть их в палаточных городках естественно ни в каких и в общем то уже понятно потому что есть опыт и мигрант чистые мигрантских стран что людей надо расселять до тех пор пока они живут анклавами мы получаем гитарин бег до со всеми вытекающими последствиями хорошо тогда вот такой вопрос ну то на ваш взгляд как вы считаете вот люди которых сейчас пытаются занять до которые приехали они как мигрант они получают пособие на каким-то образом содержат то есть но как минимум их поселили дали деньги на еду и но там какие-то ежедневно расходную это вот как мне сами там коллеги рассказывали студенты рассказывали что собственно получают мигранты что на такие деньги общем то существовать можно так и не сильно переживать насколько они будут заинтересованы в том чтобы работать почему я это спрашиваю потому что вот вся прошлая неделя она такая была интересная с точки зрения новостей которые приходят из германии вот есть такой город эссен большой в котором благотворительная организация тафель тоже считается одной из самых больших германии нарвалась буквально на скандал в тот момент когда они обнаружили что в их очереди организация специализируется на раздаче продуктов причем не просто раздача продуктов по специальным карточкам которые люди должны получать в связи со своим низким доходом или неспособностью обеспечить себя вот так как подается и как правило там по словам представители этой организации к ним стояли в очередях у нас люди пожилого возраста одинокие и многодетные матери одиночки в частности вот в какой-то момент они обнаружили что почти 75 процентов людей в их очереди которые получают бесплатные продукты это как раз молодые здоровые мужчины которые приехали как мигранты у них есть эти карточки они имеют право получать продукты вот и практически совсем перестали приходить вот эти вот как они бабушки и мамы да в тот момент значит руководство организации приняло решение что они теперь будут помогать в первую очередь тем кому они собирались помогать то есть людям с немецкими паспортами какое-то время они так делали но естественно это вызвали скандалы по этому поводу как раз ангела меркель высказала сказав что это нехорошо потому что дискриминация и вот буквально там в самом конце недели организация была вынуждена снова приступить к раздаче продуктов всем потому что как бы они ну были буквально подвергнуты общественному астракизму их поддержал как раз только альтернатива для германии все остальные тоже скромно сказали что так нельзя нехорошо надо помогать всем вот я к чему к тому что как раз молодые здоровые мужчины они не пошли в общем то куда-то магазин покупать продукты они встали очередь за бесплатными продуктами ну судя по тем новостям которые поступают насколько они будут заинтересованы выбрать неквалифицированный тяжелый ручной труд вместо того чтобы спокойно жить на пособие то есть вообще это попытка она не обречена с самого начала на какой-то провал потому что ведь они приехали не работать никакой астарбайтеры они приехали не работать тут опять это получается очень разные категории на самом деле все что нам известно про мигрантов это то что они находятся в определенном возрасте на то что это мужчины и мы ничего практически не знаем про их мотивацию мы ничего не знаем про их мотивацию к отъезду и про их мотивацию на дальнейшую жизнь они очень разные вот это для нас скажем такая общая масса на самом деле они очень разные есть категории людей которые сильно тяготиться благотворительностью если мы обратимся как раз творительности в отношении к ним есть люди опять-то с достаточно высоким чувством собственного достоинства которые добежали от войны но они не не ощущают потребности паразитировать на стране которые их приняла если они ощущают ну скажем действительно достаточно высокую степень благодарности и хотят делать что-то полезное другое дело что их полезное в их может сильно расходиться с нашим пониманием о полезном но точно не в понимании ни тех ни других там получение бесплатной еды не является полезным для страны который тебя приняла вот эта категория она как раз пойдет работать другой вопрос пойдут ли они работать на стройку или учитывая что это все-таки страны с хорошей склонностью к торговле и к такому мелкому предпринимательству они могут занять нишу которая в той же германии совершенно не занята если была возможность побывать в европе в субботу воскресенье до мигрантского кризиса ничего не это все закрыто если ты не купил продуктов заранее ты остался га это твои проблемы даже заведение общественного питания тоже не ранее тоже не работают потому что воскресенье надо отдыхать люди приезжающие с восточной скажем культурой они гораздо спокойнее относятся к работе выходные во первых они знаешь такое воскресенье что для нас надо в церковь сходить до условно говоря для европейской культуры и мне надо ни в какую тоже не для всех там кого-то субботу кого-то воскресенье у которых у них пятница когда и так все работает но если мы условно и считаем мусульманами суббота воскресенье можно работать спокойно в это время никого нет это огромный простор для ну то полное отсутствие конкуренции ты занимаешь нишу в которую никто не рвется вообще из местных и они собственно например облик того же берлина довольно сильно изменили то всякая мелкая торговля теперь присутствует и в субботу и воскресенье и можно сходить купить какую-то еду да она довольно специфическая то есть это не флафель но кто-то ее ест и она но она решает часть проблему людей но это люди они с каким статусом те кто предпринимательством занимает они тоже беженцы достаточно часто натурализованные просто вместо того чтобы идти на наемную работу они предпочли вот такое мелкое семейное там не за клановая предпринимать них есть такая законодательную и у них есть такая законодательная возможность я не плохо себе представляю когда платят налоги у меня есть подозрение что поскольку культуру уплаты налогов наверное на родине у них сильно отличается от культуры уплаты налогов в германии немецких налоговых органов вероятно есть проблемы со сбором да там должна быть какая-то черная часть тем более торговли за наличные германия опять же в этом плане специфическая страна она не любит карточки она любит кэш и получается когда есть кэш всегда его можно скрыть но с другой стороны люди не сидят на шее ни у кого им не надо платить пособие они сами себя кормят и уже на этом им спасибо потому что они закрывают незанятую нишу никому не мешают ну да выглядит наверно не совсем так как привычно выглядеть на улицах берлина ну и что некоторые из них очень даже интегрируется это вот история про одних людей с одной мотивации есть другие люди совершенно другой мотивации которые искренне полагают что весь мир им должен просто по факту рождения определенный определенным гражданином тогда понятно почему человек приезжает спокойно идет благотворительной организации дайте мне бесплатную еду ну просто потому что ему все кругом должны если мы оглянемся по сторонам я думаю каждый из нас может такого персонажа в своем окружении увидеть то есть если мы с вами завтра начнем раздавать на улице профессора на ужин и еду мы тоже увидим очень разнообразных людей которые за ней приходят поэтому здесь вопросы не столько в мигрантах может быть да да у них там другой уровень культуры например они не понимают скорее всего не понимать что такое благотворительность вообще благотворительность в их понимании это когда приезжают какие-то белые люди что-то раздают и это нормально ну опять же тогда смотря о каких мигрантах в принципе благотворительность она в религиозной культуре тоже я согласна она да она очень хорошо выражена она выглядит немножко я так помимо от культуры культурой она должна в принципе отличаться вот это вот наша христианская история которая подпитывает благотворительность в исламе благотворительность это тоже за очень уважаемая вещь вопрос кто эти мигранты да кто они родили и в чем они что они хотят и почему они считают что им что-то должны потому что опять может быть у них четкое представление о том что мужчину надо кормить в первую очередь потому что он обеспечивает всех остальных и тогда его трудно обвинить в том что он что-то другого я вообще честно говоря не знаю сколько это политкорректно вот в вашей истории я на стороне альтернативы для германии это благотворительного фонда вообще кто не точки зрения немцев это совершенно не политкорректно я понимаю точки зрения итальянцев которые сегодня подводят итоги это тоже не политкорректно тем не менее кто-то голосует значит кто-то считает что это не только политкорректно это правильно тут сложно говорить о том правильно неправильно симпатии на чьей стороне это просто очень интересный процесс который сейчас происходит который вот тут наблюдаешь и да европа которая там 20 лет назад говорила все кризис больших нарративов там фрэнсис факуяма сказал что конец истории даже больше 20 лет назад было что все закончилось и национализм больше нет и что-то тут такое выходит кризис скорее бюрократические потому что непонятно какие критерии отбора и это непонятно никому и в том числе людям которые голосуют за ультраправые партии им кажется что приезжая там пусть приезжает 10 нормальных один ненормальный виды ненормального если так условно говорить и потом например отношение опять же между полами до сдвигаясь в сторону были с лежащего праздника но все-таки отличается в разных культурах и под поведение к отношению женщинам например более будет заметным и будет вызывать очень большое количество отрицательных эмоций поэтому вопрос его наверно можно оставить повесить открытым вопрос как отбирать мигрантов и кого потому что кого-то отсылает тоже германия обратно вопрос кого оставлять кого отбирать и насколько качественно ведется этот процесс и то есть наверно ответ на вопрос будут мигранты двигателем экономического прогресса в европе или они будут обузой проблемой и подпиткой для ультраправых партий я думаю мы к этому вопросу еще вернемся и как раз разберем и бюрократические препоны и в критерии отбора формальные и неформальные спасибо большое за интересный разговор пользуясь случаем тем что у нас надвигается на нас 8 марта хотела бы поздравить всех наших зрительниц с праздником весны пусть ваша весна будет яркой пусть ваша весна будет теплой солнечный и бесконечный и бесконечный спасибо до новых встреч спасибо